Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам на канале Двойная Порция. В преддверии закаток, закруток и заготовки сезонных баночек мы сегодня с вами попробуем народный метод. Как заточить обычную терку с помощью простых советов. Погнали! И по совету в комментариях, по вашим же, грубо говоря, советам, я заказал вот такие вот надфили с алмазным напылением. В комментариях писали, что с помощью них легко и просто можно точить вот такие вот терки. Нам потребуется надфиль полукруглый. Здесь их целых 10 штук. То есть и круглые есть, и треугольные, и вот такие вот плоские, каких тут только нет. Посмотрите, вот такие вот надфили с алмазным напылением. От квадрата до плоского, до вот такого вот тоненького. Разные, разные, разные. Но нам для этого потребуется вот такой вот полукруглый надфиль с зауженным концом. Что нам для этого нужно? Мы берем терку, берем одну из досок. Допустим, возьмем вот такую беленькую. Кстати, ссылочка на данный набор тоже будет в Яндекс.Маркете. Очень удобно. Стоит на кухонном гарнитуре. И здесь у вас есть мясо, рыба, овощи и хлеб. Кстати, давайте возьмем овощи, вот такую вот зелененькую. Все по цветам. Доски довольно-таки ровные, небольшого размера и написано, для чего. Все, берем нашу терку и берем вот так вот надфиль. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно с вами подточить вот эту плоскость. То есть берем и вот так вот надфильком затупившуюся терочку подтачиваем. Каждое-каждое отверстие. Вот так вот. Не сильно. Сильно тереть ничего не нужно. Здесь справится даже ребенок. То есть данным способом вы и свою терку восстановите, любимую. Потому что я купил новую. Не думайте, что я тут как бы жопотничаю и не покупаю новую терку. Новая терка есть. Но данная терка еще с советских времен, она лучше всего. Ее вот наточить и ей просто сносу нет. А надфиль стоит копейки. А новая терка стоит, наверное, рублей 900 либо 600. То есть очень дорого. И она фиговая. Я купил, заказал и она стоит до сих пор. Я ей не пользуюсь. Так что продолжим затачивать и посмотрим, как это работает. На самом деле. Все вот таким вот образом. Каждое отверстие по чуть-чуть, вот так вот немножко, мы с вами обновим заточку. То есть сделаем небольшой угол. И вот таким вот образом, спокойненько, чуть-чуть, чуть-чуть, слегка, по 10 раз так, грубо говоря, проводим. И получаем мы с вами, я вот уже чувствую, очень и очень острую терку. Заодно и проверим, насколько хороши надфили. То есть пока вот я уже наточил 10 отверстий, пока изменений в нем нет никаких. То есть он как был хорош, так и остался. Единственное, конечно, что неудобно, ручка вот этих надфилей довольно-таки маленькая. Для большой такой руки, как моя, это в принципе не очень удобно. Но все выполнено. Все, заточку завершил. Теперь промываю все в холодной воде и пробуем, как это все работает. Посмотрите, заточил все, пальцы аж цепляются. То есть терка теперь стала ультра просто заточена. Посмотрите изнутри, видно, что каждое отверстие, так сказать, я прошел. Все подточено. То есть здесь прямо можно порезаться. Мне кажется, такое острое, оно даже не было самой покупки. Ну и символично. На чем же мы попробуем? Да попробуем мы с вами на кабачках. Сейчас сезон кабачков. Кабачков у всех навалом. И что с ними делать, никто не знает. Ну вот попробуем их и потереть. Посмотрите. Посмотрите, как ровно, четко. Смотри какие. Смотри. Прям идеальные. Идеальные кабачковые, так сказать, полоски. Просто лучше и не придумаешь. Можно и пальцы натереть. Вот такая вот идеальная заточка. Посмотрите. То есть можно тереть даже на весу. Все отлично трется. И посмотрите, как быстро. Целый кабачок просто в секунду, в секунду. Я стираю на данной терке. То есть даже новая терка не имеет такой заточки, как наша с вами. Вот такой вот интересный лайфхак. Спасибо вам за народный совет. Народный совет мы с вами засняли. Оставили в истории. Пользуйтесь на здоровье. Подписывайтесь на канал. Ставь лайки. Пиши комментарии. Все ссылочки на используемый инвентарь будут в описании и в закрепленном комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok